Добрый день, меня зовут Заславский Давид, я аспирант Мехмат МГУ, работаю в научно-исследовательском институте механики. Сегодня я вам представлю результаты своего исследования, посвященного задачи семантического анализа текстов научно-технического содержания на русском языке с использованием методов машинного обучения. Решение задачи семантического анализа текстов, именно научно-технического содержания, именно на русском языке, будет рассматриваться в привязке к системам, связанных с анализом и экспертной оценкой перспективности научных исследований и разработок, и направлено на существенное улучшение точности и эффективности подобных систем. Например, решение таких задач чрезвычайно важно для таких систем, как интеллектуальная аналитическая система «Истина» или Единая государственная информационная система управления «Неоктор». В области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, сокращенно «Неоктор», проводятся исследования, направленные на создание технологий и улучшения тех процессов. Поэтому, очевидно, поддержка этого сектора очень важна. Количество публикаций в России с каждым годом все растет, и нужно обрабатывать все эти публикации и определять из них самые перспективные. Стимулирование, в том числе финансовое, является ключевым фактором для научно-технологического прогресса, и инвестиции в перспективные области формируют базу для решения национально важных задач. В России наблюдаются относительно невысокие показатели соотношения результатов, результативности исследований и ресурсов, затраченных на них. И как же понять, какая именно публикация или какое именно исследование нужно финансировать? Для этого существуют системы экспертной оценки научно-исследовательских работ. Они являются довольно важным инструментом в развитии науки, обеспечивая анализ и оценку перспективных исследований и направлений. Я рассматриваю три подзадачи, которые возникают в подобных системах и решение которых критически важно для эффективности подобных систем. Первая задача — это поиск авторов исследования. Это, по сути, кто написал статью. Вторая задача — это определение тематик исследования, то есть о чем написал статью. И третья — это определение экспертов соответствующим исследованиям. Это кто будет проводить экспертизу исследования. Ну, начнем с первой задачи — поиска автора. В крупных информационно-аналитических системах зачастую механизмы, которые позволяют соединять авторов научной статьи с их профилями в системе, отсутствуют. Обычно ограничиваются обычно фамилиями отчества и все. Поэтому задача перед нами стоит восстановить эти механизмы. Разработанный алгоритм, он основывается на предположении, что научные статьи пишутся в устойчивых коллективах. И поэтому вместо того, чтобы искать авторов по отдельности, можно искать авторов, так сказать, пачками. И тогда решение задач поиска коллективов можно найти как решение задачи информационного поиска, а именно алгоритм слабый E, WIC, END, или WAND сокращенно. Данный алгоритм был уже внедрен в, ну, пока что тестовую версию Единогосударственной информационной системы управления и показал следующие результаты. он успешно смог найти более 80% авторов и проходил по бейзлайну по времени, то есть примерно 2 секунды на публикацию. По результатам, соответственно, работы была выпущена, принята к печати публикация в журнале программной инженерии. Можно перейти ко второй части, ко второй подзадаче. Это подзадача тематического анализа текстов и определения их тематик. Точное определение тематических направлений научных исследований позволит проводить экспертами наиболее точную оценку результативности и изновидны таких исследований. В больших информационно-аналитических системах также часто нет указания тематик исследования. По тематическим направлениям работа сопоставляется экспертом для того, чтобы обеспечить наиболее глубокое и квалифицированное понимание результатов. Поэтому для системы экспертного анализа критически важным будет как раз-таки корректное определение тематик на основе результатов исследований. Целью является исследование существующих методов и создание эффективного алгоритма, который способен такие тематики восстанавливать по тексту научных исследований. Среди методов, которые я рассматривал для оценки, есть статистические методы — это TF-IDF и TextRank. Есть методы, основанные на классическом машинном обучении, такие как Rake, его модификация Yake и Kia. И также методы, использующие глубинные нейросети — это KeyBird и моя модель sequence-to-sequence на рекуррентных сетях. Методы оценивались по F1-мере и по семантической мере, которая представляет собой косинусную метрику в семантическом пространстве. Также использовались механизмы кросс-валидации для того, чтобы избежать зависимости от распределения выборки. Выборка собой представляет 39 тысяч публикаций за 2021-2022 год, взятые из ЕГИСУ. Они включают в себя аннотации, основную часть и тематики. Ну, они еще много полей включают, но они нам не интересны. Вот. Перед использованием тексты были очищены от различного мусора и нормализированы, токенизированы. Ну, качественные результаты были получены такие. Метод TF-IDF, он скорее служил бейзлайном, и говорить об эффективности других методов можно только, если они показывают результаты лучше, чем TF-IDF. TextRank — это метод на основе построения графовых структур. Он показал высокие результаты, однако он не проходил по бейзлайнам. То есть он работал слишком долго. А это очень важно, потому что в таких системах нужно именно потоковое выполнение. Алгоритмы Rake и Yake показали схожие результаты. Yake был лучше, ну, собственно, так и ожидалось. Алгоритм KIA показал стабильную работу в зависимости от количества ключевых слов, которые искались. Kiebert показал результаты неплохие на F1 мере, но по семантической мере он показал более лучшие результаты, поскольку он, собственно, эту меру и оптимизирует. Вот. Но здесь в конце таблицы есть еще мой метод, она уехала. Мой метод обогнал Kiebert по семантической мере. Вот. И, соответственно, по результатам тестирования этого и в общем и целом проведенной оценки методов планируется презентация, готовится. Дальнейшее развитие планируется в двух направлениях. Первое — это улучшение модели данных. Планируется улучшить векторные представления слов двумя способами. Первый будет включать в себя замену произвольных векторных представлений слов на представление кластеров тематик. Эти кластеры будут дальше объединяться в более крупные, в более крупные и собирать такую иерархическую структуру. Эта иерархическая структура будет схожа с структурой научных направлений. Например, в математике будет под кластер функциональный анализ, в ней будет под кластер действительный анализ, и таким образом будет продвижение вглубь кластера. Второй способ будет заключаться в выделении специальных координат, специальной оси координат, в которой будет записан, соответственно, вес соответствующей публикации в отношении к определенным кластерам. И предсказываться будет именно он. Из улучшений моделей, о, методов, точнее, будет также использование помимо рекуррентных слоев нейросети, использование сверточных. Будет… планируется придерживаться архитектуры sequence-to-sequence, поскольку она себя показала хорошо. Вот. И также механизмы повышения внимания также остаются в методе, поскольку они тоже показали прирост. Ну и теперь можно перейти к третьей подзадаче, так сказать, на будущее. Это непосредственно создание тематических портретов экспертов и системы экспертной оценки. Распределение нагрузки, состоящего из большого количества неоктор по экспертам, с учетом степени погруженности экспертов в каждую из тематик, должно учитывать специфику тематических направлений самих исследований и экспертов. И для каждого исследования определять соответствующего эксперта с глубокими познаниями в соответствующей области. Тематический портрет эксперта будет являться такой комплексной характеристикой профессиональных интересов эксперта. Он будет строиться на основе исследований, которые проводил сам эксперт, его работ, публикаций, проектов. Вот. И будет выявлять ключевые области, в которых эксперт обладает высокой квалификацией. Ну и, да. И, наконец, система сопоставления экспертов и самих научных исследований будет оптимизировать выбор эксперта для оценки научных проектов, учитывая направление, опять же, тематические эксперта и самой публикации. Соответственно, с помощью алгоритмов нахождения тематических направлений исследования и построения тематического портрета эксперта, они должны эффективно, соответственно, распределять экспертов между всеми неоктор и повышать точность, объективность и эффективность таких систем экспертизы. Спасибо большое за презентацию. Коллеги, у кого-то возникли вопросы? Может быть, кто-то хочет задать? Ну тогда у нас появились вопросы от экспертов. С каким корпусом документов вы работали? Какого размера? На каком языке заявлено, что вы работали с ЕГИСУ НЕОКР, в основном документы на русском языке, но во всех примерах английский язык. Имеет ли значение язык документов и меняется ли точность в зависимости от языка? Примеры носят скорее иллюстративный характер. Статьи были на русском языке. Было порядка, ну из всех статей, было порядка двух миллионов токенов и больше 180 тысяч уникальных терминов в корпусе. Тогда еще один вопрос. Не могли бы вы еще раз сформулировать основные решаемые задачи? Вы работаете над автоматическим проведением экспертизы работ без привлечения экспертов или над построением профиля экспертов? Я работаю над системой экспертной оценки. И задачами этой системы являются, по сути, сопоставление экспертов и научных публикаций. То есть задачами тех методов, которые я рассматривал, не является оценка, поскольку оценку выносит сам эксперт. Задачей этой системы является, условно так, свести эксперта с публикацией для того, чтобы эксперт был максимально погружен в тематику публикации. Ну а для этого нужно, соответственно, определить тематики, которым принадлежат публикация, и тематики самого эксперта. Понятно, спасибо. И еще небольшое дополнение к первому вопросу. Откуда брали корпус? Корпус брал из Единогосударственной информационной системы управления. Он там в открытом доступе лежит. И еще один вопрос. Учитываете ли вы возможную разницу в написании фамилий, имен авторов, особенно при переводе русских, фио, на английский язык? Разные написания. Я так понимаю, имеется в виду для поиска авторов, соответственно, разные написания, например, Иванов И, Иванов Иван, Иванов Ив. То есть сокращения, да, они учитываются. Соответственно, есть построенная структура, которая соединяет возможное написание имени автора с его профилем в научной системе.